Загадки окружали человечеству во все времена. Но самой большой тайной остается извечный вопрос. Как зародилась наша цивилизация? В 1926 году произошло одно малоизвестное событие, которое вполне могло дать ключ к разгадке этой тайны. В одном из рейдов по северу Индии полковник бенгальского кавалерийского корпуса Джеймс Чорчвард приказал отряду разбить лагерь у одного из буддистских монастырей. Сам же Чорчвард отправился к монахам. Ламы встретили полковника дружелюбно и во время трапезы показали ему глиняные таблицы с зашифрованным текстом. В древних манускриптах упоминался некий континент, располагавшийся между северной оконечностью Гавайев и южной стороной острова Пасхи и имевший протяженность несколько тысяч километров. Дальнейшая расшифровка табличек заставила Чорчварда затаить дыхание. В тексте говорилось, что загадочный континент погубили извержения вулканов, землетрясения и высокие волны. И произошло это около 12 тысяч лет назад. От большого куска суши остались лишь мелкие острова, а выжившие обитатели континента расселились по миру, и от них произошли все народы. Из всего этого Чорчвард сделал вывод. Колыбель человечества находилась не на Ближнем Востоке, как утверждает библейское учение, и не в Восточной Африке, как предполагает современная наука, а на исчезнувшем континенте между Тихим и Индийским океанами. В 1873 году французский археолог-любитель Агюст Леп Лонжон отправился на полуостров Юкатан с целью пролить свет на загадку происхождения цивилизации майя. И вдруг он натыкается на необычный текст. Документ достаточно прозрачно намекает на то, что майя – народ не местный. Они – предки пришедших сюда издалека беженцев. И бегство этих людей было вынужденным, так как истинная родина погибла в результате страшного глобального катаклизма. В то же время в предгорье потухшего в доисторические времена вулкана Шаста в Калифорнии были замечены некие странные человекоподобные существа. Время от времени эти существа возникали из ниоткуда в поселениях горняков, требовали продовольствия, предлагая взамен огромные золотые слитки. При этом жестами объясняли, что они – потомки уцелевших представителей некой древней цивилизации, чей континент погиб под водой. Когда к вулкану отправилась экспедиция ученых, существа исчезли. Навсегда. И, наконец, уже в первой половине 20-го столетия научному сообществу были представлены расшифрованные таблички из древнего монастыря. Те самые, которые бенгальские ламы показали британскому офицеру и исследователю Джеймсу Чорчворду. Все это явно наводило на мысль, что в истории мироздания нашей планеты не все так гладко, как пытается в этом убедить академическая наука. И что должна была существовать некая цивилизация, которую можно считать самой первой на Земле. И откуда пошел род человеческий? Но возможно ли такое?